12 апреля – Международный день полета человека в космос, или в советской традиции – День космонавтики. Многие знают имя первого покорителя космоса Юрия Гагарина, видели кадры кинохроники запуска корабля «Восток-1». Но легко ли дался этот подвиг, и какая подготовка стояла за отправкой первого человека за пределы Земли, сегодня мы вспомним об этом. Интересно, что основоположник космонавтики Константин Циолковский в начале 20-го столетия прогнозировал, что человек сможет полететь в космос в 2017 году, однако это случилось на 56 лет раньше – в 1961. Это было время Холодной войны. Космическая отрасль – одна из важнейших сфер противостояния СССР и США. Началось с того, что в 1957 году Советский Союз запустил в космос первый искусственный спутник. Спустя два года Советская автоматическая межпланетная станция впервые в истории достигла поверхности Луны. Полеты в космос собак, знаменитых лайки, белки и стрелки тоже произошли в эти годы. В 1959 году в Академии наук СССР стали обсуждать возможность полета человека в космос. В 1960-м был сформирован первый отряд космонавтов СССР из 12 человек. После отбора осталось шесть. Среди них был и Юрий Алексеевич Гагарин. Критерии отбора космонавтов были следующие. Набирали только из опытных летчиков-истребителей. Это были мужчины не выше 175 см, весом 70-72 кг. Возраст не старше 30 лет. Будущие покорители космоса должны были обладать безупречным здоровьем. На подготовке космонавтов подвергались сильным нагрузкам. Проверяли, как организм и психика реагируют на длительную изоляцию, скачки давления, кислородное голодание, невесомость и высокую температуру до 70 градусов. Космонавты должны были уметь преодолевать страх, работать в стрессовой ситуации и быть очень внимательными. После рассмотрения личных дел кандидатов, характеристик и результатов экзаменов по подготовке, выбор остановили на Юрии Алексеевича Гагарине. 12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени космический корабль «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур с 27-летним Юрием Гагариным на борту. Корабль летел на высоте 302 км со скоростью около 28 тысяч км в час. Во время полета Юрий Алексеевич совершал простые действия. Ел, пил воду, фиксировал происходящее на бортовой магнитофон, вел заметки карандашом, поддерживал связь с Землей. Полет длился 108 минут. За это время корабль «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли. Возвращение на Землю прошло не так, как планировалось. Из-за сбоя системы торможения спускаемый аппарат приземлился в районе деревни Смеловка Саратовской области. Изначально планировали сделать посадку в 110 км от Сталинграда. На высоте 7 км Гагарин катапультировался из капсулы и приземлился с помощью парашюта в 1,5-2 км от берега Волги. В 10.02 по московскому времени ТАСС передал сообщение о первом полете человека в космическое пространство. 14 апреля Гагарина чествовали в Москве. Юрий Алексеевич стал не только народным героем, но и мировой звездой. В рамках международного турне, что неофициально называют «миссией мира», он посетил свыше десятка стран – от Великобритании до Японии, где встретился с тысячами людей, включая глав государств. Полет первого человека в космос был достижением не только советской космонавтики, но и человеческой научной мысли в целом. За этим последовали и другие достижения – долгие космические полеты, первая высадка человека на Луне, запуск исследовательских аппаратов на другие планеты. К нашему времени в космосе успели побывать сотни людей, а дорогу им открыл Юрий Алексеевич Гагарин. Продолжение следует... Продолжение следует...